Она пляшет, команду выполняет. Вообще, что это за злей такой робот-собака? Расскажи про всё! Она что считает? Это было, видимо, неизбежно. Вот, смотрите! Это что, это хлопает она? Собака-бабарака, да? Собака-рабабака, но дразнить её не надо, однако. Дорогие друзья, всем маткульт привет! С нами Альберт с физтеха. Живёт Долгопрудно, мы с ним работаем в одном и том же институте. Ну, можно считать так. И знаете ли, чем он занимается? Он смастерил робобаку. Есть такая песенка, собака-бабарака, да? Собака-рабабака, но дразнить её не надо, однако. Вот сейчас мы послушаем, можно ли дразнить собаку-рабабаку. Вообще, как эта идея появилась? Ну, и посмотрим, как она пляшет, команду выполняет. Вообще, что это за зверь такой? Робот-собака. Расскажи про всё. Да, ну, наверное, ради справедливости надо рассказать, что вся эта история началась в 87-м году в Соединённых Штатах Америки. В 87-м году? Да, в 87-м году была создана компания Boston Dynamics, наверное, всем известная. Профинансировала её такая структура, как DARPA. Когда начались, у них, собственно говоря, первые разработки, первые движения в сторону шагающих роботов. Слышал, я слышал. На самом деле, если мы заглянем ещё глубже, я считаю, что всё то, что мы, как инженеры, черпаем, запустил Lucas ещё в 72-м году, когда на экраны появилась первая звёздная война. Насколько мне память не смеет, в 72-м году у нас. Я не знаю, потому что я родился в 73-м. Ну, вот. Я просто помню, что De Papel вышел Enrock и в 72-м году. Enrock помню. И, собственно говоря, тогда были заложены все основы того, чего сейчас черпается в плане робототехники. В 87-м году американцы всё это начали разрабатывать с точки зрения мехатроники, с точки зрения применения. Естественно, всё это изначально было направлено на цель, наоборот, промышленный комплекс. Но... Собаки должны были идти на войну. И не только собаки, а вообще роботы, да? В принципе, да. Я помню, какие-то фильмы были, там какие-то киборги-наёмники стреляли с деревьев. Вот что-то в этом духе я уже видел. Мне кажется, вообще, если мы возьмём весь зарубежный кинематограф, он, в принципе, с терминатором и прочее всё остальное. Ну, всё, что связано с фототехникой, всё про вот это, да. И, как ни странно, вся эта фантастика потом находит, фактически, в жизни такое же применение. Вот. Но, как ни странно, широкое именно применение дали не американцы, а китайцы. Потому что, когда говорят про Boston Dynamics, реально, сколько их, будем так говорить, произведено, и сколько их реально работает, тут большой скепсис. Американцы большие молодцы с точки зрения шоу, с точки зрения маркетинга и прочего. А кто реально ставит на конвейер и даёт миру продукт, это китайцы. Вот. И это, собственно говоря, одна из их две компании. SD-Proptics и Uni3. Там собак, которые сейчас есть в ногах, а это как раз из истории из Uni3. Вот. Потому что именно они дали этому вот серийно-массовое производство. То есть таких моделей из конвейеров сходят в месяц 400 штук. Только вот таких. Вот таких собачек, да? Да. В месяц 400 штук. 400 штук, да. Тут нужно понимать, конечно, то, что это производит не одна фабрика, это несколько фабрик. Китай, да? Да. Потому что собака сочетает в себе, на самом деле, наверное, там, большое количество всевозможных технологических новшеств. Что она вообще умеет? Расскажи подробнее, из чего она состоит, что она умеет. Да. Наверное, начнём с анатомии. Да. У неё 12 моторов. Без коллекторники. Вот, собственно говоря, два, которых мы видим, и здесь третий. То есть у неё на каждую лапу по три мотора. Итого 12 моторов. На борту у неё три компьютера и Jetson. Jetson – это, собственно говоря, то, что и дал большой пуш вот этим всем роботехническим компьютерам. Jetson позволяет обрабатывать информацию на борту. А что это такое Jetson? Jetson – это плата. Это плата InVision Jetson. Компьютер, да? Да, да. Мини-компьютер, да. У неё здесь съёмный аккумулятор. Ой, ей не больно сейчас? Ну, вот. Он съёмный. Его хватает на где-то час активной работы. И его можно... То есть один разрядился, другой разрядился. Так. Вот. У неё есть голова. Как ни удивительно. Там находятся камеры. Она нас может видеть. Вот. И как она видит и что-то понимает, да? Что перед ней там человек. Ну, смотри. Вот у меня есть в руках джойстик. То есть псины можно управлять при помощи джойстика. Сюда можно вставлять смартфон. И мы можем управлять её глазами. То есть на мир смотри глазами собаки. А можно при помощи VR. При помощи VR, то есть мы надеваем очки виртуальной реальности и ходим. Ну, очень неудобно. Там уже голова начинает крутиться. Это вот как... Я один раз мне надели их. Это когда в музее, да? Ты одеваешь и вдруг видишь там Россию, как она была в 1862 году. Да? Вот это вот. Ну, да. Мне один раз я видел такое. Прикольно. Но здесь ты просто наденешь VR и будешь просто вот её глазами смотреть. Вот её камера. Плюс она вся утыкана датчиками. На пузе у неё датчики. Здесь у неё открытые порты. То есть её можно прошивать, программировать. То есть можно запрограммировать. Вот смотри, датчик может лежать спокойно, а она при этом какое-то действие сейчас сделает. Не знаю. Попрыгивает куда-то там. Да. Ей можно управлять при помощи компьютера в удалённом доступе. То есть ребята с МФТ их даже научили. Настолько они их сейчас юзают. Научили ходить полностью на задних лапах. А! Полностью. Почему собаку легче, чем человеку? Да? Потому что у неё 4 лапы. В принципе, человеку тоже уже можно, да? Фактически. На задних лапах собаку. Если мы даже вернёмся в некий экскурс такой в историю. Потому что Boston Dynamics в один период времени много занимался антропоморфными роботами. В прямых лапах. В тысячи людьми, да. Да. Но выяснилось, что всё-таки, наверное, не зря за основу была взята вот четвероногая. Опять же мы говорим собака, да? Ну вот, сходцы. Потому что живучесть и проходимость больше, чем у антропоморфного. Ну то есть, на антропоморфного робота требуется больше движков, больше гидравлики и прочее, 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 прочее. А гидравлика, значит там какая-то жидкость, да? Ну, вот чтобы прямо держать. Там жидкость, да, нужна? Ну, там много приводов. Вот возьмём наш анатомный человек. У тебя есть колени. Да, да, да. Это каждый мотор. А здесь в этом плане всё проще. Собаки, у них больше проходимость. Причём мы даже замеряли в зависимости от колёсной гусеничной техники. Могут по лестницам подниматься. Если она упала на спину, она всегда может перевернуться на ноги. Ну, в отличие от некоторых жуков. Да. Кстати, то есть ты мог, на самом деле, мне на пятый этаж её не тащить. Ты мог её внизу это самое сказать. Фас! Фас Саватеева, фас! Фас, да. И она... У неё есть ещё одно, ну, давай так слово говорить, преимущества не будем, но что она умеет делать, что не умеет, допустим, делать живые собаки. Живые собаки не умеют ходить вбок. А-а-а! А здесь моторы позволяют. Они падают сразу, да, шарахаются? Мне кажется, если живая собака, она вообще, в принципе, по своей анатомии не смотрит. Она шарахается. Она шарахается и падает. Ну, то есть у неё лапы так устроены, что она... Я, по-моему, ужасный кадр собакой подскорбили. Помнишь, этот иностранный фильм, не наш? Не с Михалковым? Нет, другой. Это наш. А там не показана сцена с этим Спаниелем. А есть ужасная сцена, когда собака подскорбили бросается на Спаниеля в иностранном фильме. Ну, наверное. Она так бог так и... Наверное. Вот. Поэтому... Собака это такая умная платформа, на которую можно крепить всё, что угодно. Она бегает где-то 12 км в час. Она может... Слушай! Сколько она может бежать? Она значительно быстрее меня бежит марафон, значит, да? Или сколько она бежит? Ну... Марафон может пробежать? Марафон может, но, опять же, здесь всё ограничено будет зарядом аккумулятора. Это же будет вообще пиар какой-то. Представляешь, да? Там вывести на московский марафон рабобаку и она пробежит. Ну... Да. Да. Пиар. Хочешь подкидывать идею? У них большая устойчивость. 18 сентября будет. А, ну вот, кстати. Я зарегистрировался уже. Ну вот, побежим вместе с собакой. Плюс 6 килограммов полезной нагрузки. Нужно понять, та псина, которая сейчас есть, это самая маленькая из семейства. В этом году вышла модель B1. Она может ходить под водой. Прям полностью под водой. И тянет до 70 килограмм на себя. Ну, это уже такая вот история такая, да. То есть, китайцы, я за ними наблюдаю, в год они делают два апгрейда псина. То есть, каждый год они дают по две новых модели. Что они хотят? Это чисто научный интерес? Или это все-таки что-то в сторону войны? Я думаю, что это, безусловно, конечно, это все движет науку. Ну, да. Мы же сами собой движет на все, да. Да. Но я подразумеваю в тех объемах, в которых они это производят. И в которых они готовы это производить, да. Это больше, чем про науку. Ну, вот так вот. То есть, ролики, которые сейчас есть в интернете, они при помощи дрона их уже поднимают. На собаке установлен мелкокалиберное оружие, десант. В принципе, вот, нет. Реально, например, бомбу доставить до места и взорвать, да. То есть, это как дрон может работать. Вот, скажем. Да, бежит такая собака в окоп и никого нет. Да. В окопе, если до этого ее не расстреляют. Да, по идее еще расстреляют, да. Ну, в Великой Отечественной войне использовали овчарок, которые натренировали на немецкие танки. В советских войсках было такое подразделение. Я просто очень помню, кажется, было 9 мая и у нас был, я сам родом из Астрахани. И у нас был, дедушка жил во дворе, дед Толя его звали. Мы его любили за то, что он сухарики вытаскивал. Вот. И нас кормил. Это были 90-е годы. И, как бы, это было за счастье. И вот однажды дед Толя сел и мне рассказывал, как у него был велосипед. И были натренированы овчарки на немецкие танки. Вот, да. То есть, такие вещи были. И к ним привязывали гранату, что ли? К ним привязывали дровчатку. То есть, овчатку на САЛИСом. Ну, да. Ну, ее убивали, короче. Ну, она, да. Она набегала и подрывалась. Подрывалась. Вот. Такие вещи. А вот на смену, в том числе, приходят роботехнические. Но у них есть масса других применений в гражданском секторе. То есть, у нас были кейсы, когда мы устанавливали датчики на утечку метана. Ну, допустим, у нас есть такой... То есть, к этому человеку нельзя войти. Ну, или лучше не рисковать. Да, шахты, что-то. О, кстати, гениально. А вот. То есть, она может забежать туда, где человеку быть нельзя. Плюс, не забываем, что он на... Ну, вот не на эту модель, а на модель покрупнее устанавливает манипуляторы. То есть, сверху рука манипулятора, она может что-то захватить, взять. То есть, и они уже между собой два этих механизма дружат. Вот. Есть уже взрывозащищенные собаки. Такая компания Швейцарская Animal. Они вот делают... Что же они не... Как бы... Подождали бы с этими всеми военными действиями до момента, когда уже просто собаки друг другу будут дырать вот такие? Чтобы не жалко было. Я думаю, скорее всего, это и выступит драйвер. Дело в том, что, как бы, это и является... То есть, цель простая. Вот народы сидят, да? Мы там претендуем на то-то. Те претендуют на то-то. Ну, хорошо, ну, давайте выпустим наших собак. У кого собаки круче, те и получат. Ну, мир просто технологически пока к этому не готов в таком количестве. Ну, то, что мы сейчас наблюдаем, мы же видим, что война дронов идет. Это же все равно все роботехнические комплексы. Раньше на дроны, как смотрели, ну, какая-то игрушка, да? Да. Да. А тест-драйв под названием военные действия показали, что это там... Рабочий инструмент. Рабочий инструмент, да. Ну, то есть, вот так это происходит. Вот. У американцев есть такая даже компания Гостроботикс. Они делают именно собак. Они уже патрулируют у них в Филадельфии базы. Такие уже вот армейские. Они армейские. Они более защищенные, более неубиваемые. Потому что здесь все равно есть там пластиковые узлы. А там вот уже... Какая, да? Какая филексова пита? Или не будешь рассказывать? Нет, почему? Я их достаточно давно юзаю. Я знаю всех их слабые места. Как говорится, дьявол прячется в мелочах. И это не является исключением. Допустим, если говорить про конкретную модель, у них достаточно быстро перегреваются моторы. Ну, то есть, час работы, и ты прямо трогаешь ляжки. И они такие вот... Бывают горячие. То есть, побежала марафон, и через час свалилась. Побежала 12 километров. Перегревать. Так как они... Бывает, что-то лопается, и вот-вот-вот в этом... Но живучесть они тоже свои продемонстрировали. У нас падали собаки в метрополитене с большой высоты. Да? Да. И вот, как бы, кишки наружу. Ну, провода. И все равно при этом живучие. Да. Я однажды даже наблюдал сцену, как у собаки сделал один мотор, и она ходила. Это очень напоминало огонь живой. Это такая, конечно... Жалость вызывала. Вообще, интересно наблюдать за людьми. Они вызывают, да, жалость? То есть, начинается как бы... Наша жалость, которая направлена на живое существо, переносится на... Человек так устроен, видимо, генетически. Я сколько наблюдаю за людьми, конечно, есть целевая аудитория. Женщины, дети, мужчины. А... Да. А вон, вон. Напьем. Ага. Мы почему-то пытаемся все равно одушевить железо. Ага. Вот есть такая у нас у людей особенность. Да, мультики всякие там про слона этого... Как он там его звали-то? Йоку, что ли? Нет. Советский мультик «Летающие звери» там. Музыкант-робот нарочно совершил ошибку, чтобы жилые звери выиграли. Ее подвергли разбору. Она сказала, мы может встретимся, но это буду уже не я. Потом ее разобрали и как-то финал был хороший, что они все равно встретились, пошли в кино и это была все равно она. Ну, мы проводили эксперимент. Мы селили в одной комнате роботехническую собаку и живую. Да, да. Что делаем? Ну, вот посмотреть реакцию, как будет живая собака реагировать на механическую. А, поселили, да? Поселили, да. Поселили, да. Поселили. Поселили в одной комнате. Да, кстати, это был мой вопрос. Следующий. Да, ну вот я... Что будет, если здесь будет сейчас сидеть с живой спиной? В своем большинстве я наблюдал, потому что это тоже удивительно, но это зависит от породы еще собаки. Она на нее никак не реагирует, пока вопрос не касается, пока не принесли миску с едой. То есть, как приносится миска с едой и это подходит к ней, то есть сразу конфликт интересов происходит. Рычит, да? Она рычит, негативно, да. А кошки тоже не реагируют на такую собаку? Вот на кошках, кстати, не проверяем. Интересно как? Ну, надо проверить, да. Будет ли она ее ассоциировать. Тут же, я думаю, еще вопрос запахов. Я думаю, желудка там больше, чем визуально, еще восприятнее. Ну, кстати, так. Но это к собакам больше относится. То есть, собака не чувствует запаха этой собаки. Поэтому для нее она не собака. Но когда она требует ее еду, она становится, если не собакой, то конкурентом. Ну да, да, да. Вот. Поэтому здесь вот такая вот картина. Как реагируют люди, как реагируют животные. Допустим, в Японии их заводят уже в качестве домашних питомцев. Дело в том, что японцам по закону нельзя заводить животных дома. У них очень маленькие квартиры. Поэтому у них есть кота-кафе. Люди платят деньги и приходят гладить котиков. И для японцев это выход. У меня есть товарищ, он наполовину русский, наполовину японец. И он мне постоянно приезжает и рассказывает новости. У них там уже сейчас можно жениться на роботах, на аниме-персонажах. Ну, слушай, это самураи. Во всем, ну, то есть вот так вот. И у них это, естественно, все в другой постаси. Да, если мы все равно на это смотрим, как на диковину диковину. Да, самурскую. У них это вполне вот-вот-вот. В Китае они уже бегают, разносят еду, как доставщики. У вас в Яндексе тоже эти машинки, ну, не собаки. Да, мы обсуждали с Яндексом на момент того, чтобы еду. Но пока с точки зрения менталитета их, скорее всего, будут... Я думаю, утаскивать их могут. Принесла. Вот тебе в мешочек, да? Хотя мы же видим, что самокаты вроде... Там же есть же датчики. Ну, датчики датчиками, как бы... Ну, то есть, я думаю, это лет через пять, а может быть и раньше, будет такой достаточно обыкновенностью, да? Слушай, а вот я решу не дуть, но вопрос хочется задать. А сколько она стоит? Слушай... Просто интересно. Нет, градация очень понятная, как бы, вот эти модели в розницу, да, они доступны, они начинаются в районе, там, вот, 500 тысяч рублей. Понятно, что, да? Да, в Китае это будет... И, там, на данный момент самая дорогостоящая модель где-то в районе, там, десяти мультов, это вот эти все B1, но там уже такие вот сложные. Вот, поэтому, ну, собственно говоря, вот... И, опять же, цена будет снижаться в зависимости от количества выпускаемого. Ну, и законы серийного производства, да. Ну, естественно. Ага. Вот. Это еще когда в Китае было. То есть, в принципе, это тоже, да, может быть 100 тысяч, а не 500 тысяч. Да, да. Все же остальное, как бы, маркетинг, операционные расходы и... То есть, реальность это 100 тысяч? Ну, я думаю, плюс-минус, да. Уже при конвейере. Угу. Ну, потому что иначе тогда пазл не сложится. Вот. Поэтому, вот, вот, китайское чудо заключается во многом... Опять же, когда мы говорим про китайское чудо, не нужно забывать, что все китайское чудо полностью обязано Советскому Союзу. Из-за разработки, да? Дело в том, что, когда Сталин дружил с Мао Цзэдуном, в Китае был дичайший голод. Да. Большое количество советских инженеров было направлено в Китай, которые, собственно говоря, обучали и поднимали это производство. Я этот феномен как понял? То есть, китайцы в своем большинстве не знают ни одного слова по-русски, по-английски, но у них, так как развитый социализм, у них нет ночных клубов, но есть караоке. И они нараспев поют наши песни «Подмосковные вечера» и «Катюша». Я задался этим вопросом «Откуда корни?» Мне китайцы вот рассказали. «Подмосковные вечера». Они вот… Ну то есть, у китайцев есть культура выращивания риса, а она имеет свою последовательность. Поэтому они знать не знают, что они собирают на заводе, у них картинки, и вот они это делают. Технология копирования, да? Очень хорошая. Китайцы не сильны. И работоспособность невероятная. И очень. Просто невероятно. Очень невероятно. Я не знаю, видимо, корень женьшейный делает свое дело. Да. Он, кстати, был проверен. Действительно, он поднимает работоспособность. Ну, я как-то один раз чуть-чуть увлекся, и больше я вообще не понимаю это дело. Ну, это такая история. Золотой корень ты имеешь в виду? Ну, вот, вот, да. Это его… Роза радиола. Или нет? Я помню, у нас был большой… нам нужен был проделать большую работу, и нам требовал огромного, в общем, физического, умственного труда. И нам китайцы разбавили в курином бульоне этот корень женьшейный. Я не верил в это. Оказывается, да. Но ты два дня как… Настоящий наркотик, да. Ну, такой только натуральный. Да. Но все равно у организма-то потом он просит. Да. Давай не опашешь, а потом… Конечно, конечно. Отдыхай, да. Ага. Точно-точно. Ну, нормально. Обычная похмелье. Да. Слушай? Да. Вот, ну, вот… Что, покажешь в работе, наверное, да? Или еще что-нибудь расскажешь, как сделать? А ты спрашивай. Потому что работе-то я покажу… Ну, да. Нет, я бы с такой. Видишь, я пытаюсь понять, что еще спросить. Ну, там, сколько у него степеней свободы. Не знаю, на каких уравнениях механики это все записано, там, какие-то системы диффоров, какого размера эта вся система… Вот. Ну, смотри… Что-нибудь такое, да? То есть, мы тебе… Как, Маткуль, привет, да? Ну, понятно, да. Конечно… Зубак, привет. Да. Ребята с МФТИ научились… До того ее заюзали, что они научились ее полностью ходить часами на задних лапах. Причем, вот эти моторы так перегреваются, но она не падает. Я, когда это увидел, а это я увидел в тот день, когда мы с тобой в Новосибирске познакомились, я, ну, был прям вот под впечатлением. Мы познакомились на фестивале… Инхаб. Инхаб, да. Каких-то инноваций, да, многих. Я там читал просто лекцию по математике. И смотрю, ко мне подходит собака. Ну, сейчас мы запустим ее, она подойдет, да. Подходит собака. Ну, прям на меня смотрит. Я офигеваю. Сзади хозяин идет. Говорит, Алексей Владимирович, давайте запишем на Маткуль привет про это видео. Говорит, давай запишем, значит. Ну, вот. Записываем. Нам записали. Да. То есть, технологическая комьюнити юзает хвосты в гриву, что только с ними не делает. Причем, я даже когда отправляю китайцам эти ролики, сами даже китайцы в таком большом шоке находятся. То есть, они даже сами не знали то, что вот такое возможно. Надо, кстати, все вот материалы… У Альберта полно все этих видеоматериалов. Да, мы поставляем. Все это будет в описании к видео и есть уже в тот момент, когда вы смотрите. Так что, если интересно, потому что я могу сейчас не задать каких-нибудь вопросов. Более того, я предлагаю всем задать Альберту любые вопросы. Альберт посмотрит это видео и в комментариях будет отвечать на все ваши вопросы. Вот. Так что, если я что не задал… Если я что не задал, то… Да, да. Вот. Жутко интересно посмотреть, как она в деле работает. Ну, запускаем шайтан машину. Давай! Ха-ха-ха! Сейчас как раз паузу на этот момент. Смотри! Смотрите! А-а-а-а! Это что? Это хлопает она? Нет, ну он слушает тебя. А кусать кто? Ой! Ой! Ну кусать, не кусать, но топшет он очень больно. Так он tout… Если install on a woo… Железная собака… …! Железная собака… Помнишь песня? Собака рабобака. Это стойка про ход? Собака рабобака. Собака рабобака. Во-во-во-во! То, что вы и… Вот так. Но дразнить её не надо… Однака? Ха-ха-ха-ха! Вот это да! Ладно, ладно. О! Обкрыль, когда встает. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка давай, встань, встань. Маргарита, вставай на задней лапке. Дай лапу, Маргарита, дай лапу. Ой, да. Так, 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 так. И как она на спину, ой, ой, ой. Как она валится на спину. А, давай. Ну-ка. Так. Это с помощью компа, да? Нет, просто надо запомнить команду. У нее же все на командах. Да. Маргарита, сейчас ты на спину ляжешь. Протянешь лапку. Протянешь лапку. Ты че, ты че? Ой, зацепила справа. Сейчас. Так, Маргарита, давайте. Ага, все. Ну ты, майор Фронин, кстати. Офигеть. Здорово. Ну ладно, Лешенька, мы тогда отойдем. Да, давайте. А мы тогда снимем, да? Ха-ха-ха. Пойдем. Что, ее поднимаем, да? Носа, да, немножко. Ну-ка. А что происходит, когда она поднимается, она что считает? Ай! Опа! А-а-а! Это было, видимо, неизбежно. В какой-то момент. Его не разбили. Если коснуться вопроса математики, а здесь, наверное, физика и математика, потому что мы с ребятами из МФТИ, тогда ее прям досконально препарировали. А у нас даже есть фотография, я на столе лежит, распотрошенная. И мы пытались... Потрошители собак! Да, да. Дело в том, что у них здесь находится датчик в лапах. И я это называю, что она всегда должна рыть землю. То есть она всегда должна чувствовать под собой поверхность. Потому что мы не коснулись такого вопроса. У них есть несколько режимов. Спорт-режим. То есть когда она очень велика-быстрая. Быстрая. Есть режим лестниц. Когда она лапками аккуратно. И спускаются они задом. То есть она всегда должна чувствовать под собой... Можно, кстати, любительски заснять, как она с лестницей вниз будет идти и вверх, да? Чуть-чуть еще последняя, да? Ну да. И на этот просто снять. Вот. И этот вопрос... То есть математики достаточно на самом деле много. Потому что то, что я смотрю, что наша технологическая комьюнити юзает, это в первую очередь все вот эти вещи связаны с ее устойчивостью, с ее походкой. Почему опять же лапы всегда полусогнутые, а не прямые, да? То есть здесь много вот... Ну круто, что она встает. То есть она даже если падает, она встает, да? Со спины встает, да? Со спины встает. Ну потому что моторы позволяют вот это вот делать. Ну такая вот, да. Класс. Да, да. Слушай, ну круто. Круто! Спасибо огромное за видео. Спасибо за то, что приехал вместе с ней с такой тяжелой собачкой. С собачкой. И за то, что детей развлек. Я на самом деле очень хотел, чтобы это было здесь именно, чтобы дети встали. Правильно. Честно говоря, мне не сложно приехать в ПТИ, но хотелось показать детям. Да, 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 да. Вот. Здорово. Ну посмотрим, куда нас вся эта история приведет. Будем наблюдать. Будем наблюдать войны собак, да? Там 2027 год. Напала армия из 100 тысяч китайских собак на американский легион. Из 100 тысяч американских собак и в неравной схватке, значит, каждая китайская собака повалила трех американских и, значит, ринулись на Вашингтон. Ринулись на Вашингтон и заняли все дома, побили все окна, разломали все унитазы и американцы сдались. Поэтому закончилась китайско-американская война. И вам на унитазы сломать. Вот так вот. Друзья, Маткульт, привет! Давайте умнейте и будете включаться в эту борьбу, да? Чей робот лучше, тот и побеждает. Что ты поделаешь, да? Такая реальность. Маткульт, пока! Всем пока!